До 35 градусов на Солнце. Нетипичная для мая жара установилась во многих регионах России. В Самаре столбик термометра уже пятый день упрямо движется к отметкам выше 30, в то время как обычно в эти дни стояли комфортные 20-25 градусов. Синоптики объясняют ситуацию приходом горячего воздуха с берегов Турции и Ирана, который из-за повышенного атмосферного давления уже здесь нагревается еще сильнее. Впрочем, паника излишняя, говорят метеорологи. Такова особенность резкоконтинентального климата. Такие периоды продолжительно жаркой и сухой погоды у нас в общем-то нередки. Ну да, для мая это конечно немножко аномально. Превышение среднесуточной температуры за последние дни у нас идет на 9-12 градусов. То есть это конечно жарковато. Жарковато не то слово. Впору искать спасение от палящего солнца. Кто по домам, а кто и на пляж. Невзирая на отсутствие кабин для переодевания, урн и туалетов, берег Волги уже наводнили любители купального режима. Хотя официально пляжный сезон стартует только через месяц. Вот пришли мы позагорать, посмотреть на Волгу. Сами мы из Санкт-Петербурга просто. У нас сезон гроз, поэтому наслаждаемся пока можем. Май, весна это самое лучшее время года для меня, потому что ночи теплые, дни жаркие. Все цветет, красота. Вода такая бодрящая, все очень нравится. В этом году жаркий май, с 15 числа я здесь. Водичка холодная, но можно немножко откупаться. От 23 до 26 такая температура воды признана комфортной для купания. При 27 и вовсе идеальной. Но если температура ниже 14, ее специалисты называют экстремальной для плавания. И она подходит только для закаливания. Давайте узнаем, какова Волга в этот жаркий майский полдень. Всего 12 градусов. Неподготовленному организму плавание в такой воде, да еще и в жару, может стать настоящим испытанием, объясняют медики. Это и обострение почечных болезней, и всевозможные сердечно-сосудистые заболевания, и просто воспалительные процессы в теле. Но и это еще не все. Месяц май, он очень обманный. Мы очень хотим солнышка, очень хотим уже лет, очень хотим радости летних. Но 90 градусов уже угол лучей, которые падают, а это очень агрессивно и активно. И при этом мы можем больше лежать на солнце, ведь майский ветерок, и прохлада иногда вот такая вот, она кажется нам защитой от перегрева. На самом деле это не так. И ожоги бывают очень сильные в это время. И особенно дети. У них вообще кожа незрелая. В мае кожа еще не успела накопить меланин, который защищает нас от солнечной радиации. Поэтому медики не рекомендуют активно загорать в мае. По крайней мере, не забывайте о защитных средствах для кожи, солнечных очках, головных уборах и питьевой воде. А также о времени, когда воздействие ультрафиолета минимально для здоровья. Это часы до 11 дня и с 4 до 7 вечера. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.